Добрый вечер всем. Ну что, у нас все. Да, Дим, ты уже начал или мы пока ждем? Я подождал, пока ты ко мне присоединишься. Скажу честно, формат, когда мы с тобой вещаем вдвоем, остается одним из моих любимых, потому что, мне кажется, в том формате мы больше успеваем, наверное, вопросов послушать от нашей аудитории, может быть, чуть более, не знаю так, для аудитории полезными. Быть. Хотя форматы, где мы общаемся с имитентами, мне кажется, они тоже такие крайне важны, потому что, так как расскажут про бизнес те, кто в нем работает, наверное, не расскажет никто. Ну что ж, сегодня мы анонсировали тему как итоги июля. Это будут, я так понимаю, что речь пойдет о Китае, о Китае, Федеральной резервной системе и, может быть, ключевой ставке в России отдельных бумаг. Или что-то мы специфическое подготовили на сегодня. Ну, смотри, да, я подготовил несколько вопросов, не поверишь, для тебя. Такая интересная тема. Вот. И, а дальше посмотрим. То есть, если эта тема разобьется и, как бы, уйдет у нас там полчаса плюс вопросы, значит, про Китай и про ставку в России поговорим в следующий раз. Вот. Если, как сказать, в этой теме станет все понятно, значит, вернее, наоборот, да, если станет все понятно, тогда и перейдем к этим темам. Вот такая небольшая повесточка у меня. Отличный план. Напоминаю, что за 15 минут до встречи мы выложили пост, собственно, в котором открыты комментарии. И если вы хотите задать нам вопрос по ходу дискуссии, можете там его написать. В первую очередь мы будем читать, смотреть и отвечать именно на них. А потом, собственно, дадим возможность задать их голосом. Поэтому сейчас, пожалуйста, можно руки не поднимать, можно, собственно, задать вопрос в комментариях. А как только мы закончим, собственно, с теми вопросами, которые, как выяснилось, для меня подготовил Андрей, мы, собственно, обязательно на них ответим. Ну и уровень сложности тогда, Андрей, что это за вопросы? Я думаю, сегодня можно поставить такой первый уровень сложности. Постараемся таким простым языком поговорить. Безусловно, все-таки про бизнес, про рынок. Но я надеюсь, не будет сложно. Надеюсь, будет интересно, но не сложно. Вот так. Поэтому первый уровень сложности сегодня поставим. Хорошо. Ну что, тогда предлагаю начать. В принципе, мы люди пунктуальны, время 18.03. Да, я думаю, стоит начинать. Ну, смотрите. В общем, размышляя о том, о чем сегодня можно поговорить, и, собственно, как бы тема подведения итога, у меня родилась следующая идея, вопрос. Мы, кажется, немножко касались этого на одном из эфиров, но уже история такая большая, что не страшно еще раз зайти на один круг. Так вот, чем был примечателен июль? Особенно концовка последней недели, она особенно запоминается всегда больше всего. Так вот, тем, что читались крупнейшие IT-компании, ну вот я, давайте, назову там альфабет, Google, да, всем известный, Apple, Microsoft, ну, AMD тут еще добавил бычку, и Amazon. Ну, и Ежи с ним, да, другие компании, многие читались. У всех очень серьезный рост выручки, рост чистой прибыли. Так как мы как бы на слух воспринимаем информацию, давайте немножко примеров приведу. Да? Да? Да, давай немножко примеров приведу, чтобы у слушателей, так сказать, сложилось мнение о чем я. Так вот, у Google, смотрите, выручка 61,8 миллиардов, это, напомню, за второй квартал, то есть это не годовые далеко прибыли. Но тут впечатляет рост, рост выручки 61% по сравнению со вторым кварталом. Важно, второй квартал, он уже был кризисный, но это IT-компания, они, наоборот, так сказать, не то, что не пострадали, а, может быть, выиграли от кризиса. В общем, огромный темп рост. Прибыль 16,5 миллиардов плюс 200%. Apple 81,4 миллиарда выручка плюс 36%. Прибыль 21 миллиард, я уже округляю, там, с копейки не будем считать, плюс 92%. Microsoft 46 миллиардов плюс 21%. Прибыль 16 миллиардов, кстати, тоже, да, 46 миллиардов выручка, 16 миллиардов прибыли. Ну, такая маржа неплохая. Дальше. Прибыль 16 миллиардов у Microsoft 38% рост. И вот, и как бы, ну, рынок это, безусловно, все воспринял с огромным оптимизмом. Amazon. Рост выручки 27%, прибыли 48%. Да, но самое интересное, что эти прогнозы, у аналитиков было, там, 115, по выручке компания показалось 113. Два миллиарда не дотянуло, и рынок среагировал, там, минус 7, минус 8% снижения Amazon. Это вот как страшно, как много заложено в этих компаниях ожиданий роста, и там любой недобор рынком очень настороженно так встречается. Но суть не в этом. Все мы привыкли к тому, что эти компании, там, бьют рекорды и растут, и растут. Теперь ближе к вопросу. Вопрос следующий. Ну, безусловно, мы живем, кажется, да, в эпоху последних 10 лет точно вот этих IT-компаний, крупных IT-компаний, которые растут и тянут за собой индексы с MP500, сами по себе растут, индексы с MP500 тянут, тянут в общем американский фондовый рынок, и, не знаю, тянут, может быть, даже весь мировой фондовый рынок вверх, вверх, вверх. И люди, которые, кажется, когда-то не запрыгнули в этот поезд, сейчас, ну, либо надеются на какую-то коррекцию в этих компаниях, ну, и в целом, чтобы подкупиться там дешевле. Либо, так сказать, принимая риск, продолжают покупать эти и эти компании. В общем, это такая большая дилемма, и кажется, что в июле ничего не поменялось, и она осталась той же. И вот теперь к тебе вопрос, который я подготовил. Ты как, ну, мне кажется, все-таки человек, пусть и в России, но все-таки работая в сфере IT, да, и там, имеющий опыт там и проекта, и развитие больших проектов. Вот скажи, пожалуйста, такой простой обывательский вопрос. Вот не кажется ли тебе, что мир современный настолько уже немножко трансформировался, и тупо, вот прям тупо, компании, которые имеют программистов, ну, прям в широком понимании, понятно, что там есть разработчики, тестировщики, там, проектный менеджер, ну, вот грубо вот это вот все, что, знаешь, как в народе называется программисты, да. Вот компании, которые имеют этот ресурс и могут его, как сказать, отбирать у других. Все, то есть им нечего, ну, другим компаниям им нечего противопоставить. И если это так, вот, ну, так ли это, первый вопрос. И если это так, не кажется ли тебе, что, ну, тогда уже сейчас не столь имеет значение цена этих компаний, все понимают, что они дорогие, но, а что их может остановить? Вот второй вопрос. Что их может остановить, если ответ на первый вопрос, да, это так. Вот давай с этого начнем. На единичку говоришь, да, такой? Простой вопрос. Спасибо, Андрей. Слушай, на самом деле тема такая очень глубокая, да. Понятно, что я не имел возможности ознакомиться со своими вопросами заранее, может быть, я бы чуть подумал и ответ был, ну, ой, мой был бы чуть более развернутый. Ты знаешь, ну, во-первых, нельзя недооценивать этот факт. Действительно, конкуренция за эти ресурсы, она достигает колоссальных масштабов. То есть это очень сложно. Потому что, например, если мы говорим там про более ранние циклы производства, конкуренция за рабочую силу, она же всегда была. Ну, то есть это не изобретение 2021 года. Проблема в том, что разработка, да, научилась быть по-настоящему распределенной. И вам такой, скажем, условно уже не сильно важно, где этот разработчик находится. То есть компании научились встраивать в производственные цепочки людей из очень разных регионов, в принципе, прекрасно ханят там, где раньше, собственно, людей брать не могли. И это очень сильно ужесточает конкуренцию. То есть IT-зарплаты, они сначала агрессивно подросли, потом они выровнялись по отношению, например, региона Москва. То есть это выравнивание. Понятно, что в отдельных сегментах там еще есть какая-то дельта, но в целом они имеют тенденцию к выравниванию. А следующий шаг, да, то есть зарплаты IT в России вынужденно стали такими же, как где-то за рубежом, да, или станут в ближайшее время. То есть это такая сложная проблема, потому что ты не можешь сказать, что как бы, ну, у меня завод, он в шаговой доступности от меня, да, поэтому я пойду работать на него, потому что на дорогу тратить денег не хочу. Сейчас это такая история, которая, в общем-то, не имеет географической привязки, поэтому конкурировать на этом рынке очень сложно. Да, и ты при этом там человеку должен предложить, помимо, ну, то есть зарплата, само собой. То есть когда ты разговариваешь, например, о том, чтобы нанять человека, деньги, это там, ну, просто начало разговора. Ты говоришь, ну, деньги понятны, что еще? И вот это что еще, это такая большая проблема именно конкуренции, потому что вот те компании, которые ты озвучил, Google, Amazon, да, еще какие-то такие менеджеры, да, они же предлагают не только там конкурентный уровень зарплаты, они предлагают еще там технологический стэк определенный, да, развитие, программы внутрикорпоративного обучения и роста. То есть в этом плане они как бы действительно этот рынок пылесосят. Второй вопрос, что вот окей, они за эти ресурсы зачем-то конкурируют, конкурируют эффективно. Является ли это там, не знаю, геймченджер, потому что это называется. То есть если у тебя есть много сильных, талантливых разработчиков, являешься ли ты конкурент, более конкурентоспособным, чем компания, у которой у этого штата нет. Учитывая, что в цепочке потребления роли IT тоже поменялся, да, то есть, ну, грубо говоря, там все меньше мы потребляем в офлайн, все больше в онлайн, так или иначе, в образовательных услуг, продуктов питания, там, ну, все покупается так или иначе, там, в приложениях, все так или иначе, там, используются различные технические сервисы, я уже там не говорю про каршеринги, там, такси, там тоже эта роль IT, она очень высока. Ну, вот, поэтому получается, что и с точки зрения, там, потребления, да, мы тоже так или иначе все делаем через эту IT-шную прослойку, поэтому те, у кого его нет, вынуждены либо коллаборируются, да, на невыгодных для них условиях с теми, у кого она есть, либо, соответственно, с рынка уходят. То есть в сфере услуг однозначно так. Вопрос дальше, что, ну, там, с первого услуга в Штатах, да, ВВП занимает, там, сколько процентов? 80, наверное, всего ВВП. Я не знаю, там, актуальных цифр. Поэтому в этих 80 процентах, да, отвечают на этот вопрос, роль IT высока, как никогда сейчас, да, и в сфере производства, и в сфере, ну, понятно, что и потребление там тоже идет через эти сервисы. Встается там тяжелые какие-то вещи, да, которые, там, материалы, металлы, нефть, еще что-то, ну, там тоже, да, там, на уровне B2B, как бы история такая про технологичность, она очень, как бы, остро стоит. И, понимаешь, тренд-то такой странный, да, идет на то, что все производство должно быть суперэффективным, и, там, с экологической и социальной точки зрения, а это тоже предполагает определенные инвестиции, там, умные технологии, да, в анализ данных, вот в это все, в анализ выбросов, в контроль. Ну, то есть, кажется, что да, там, ну, это очень важно, да, сейчас, это действительно так. Второй подвопрос был какой? То есть, если я соглашаюсь с этой гипотезой, то является ли справедливым то, что тогда какая разница, сколько это стоит, покупайте, потому что ничего другого не останется. Даже чуть добавлю, получается, что у этих компаний, как бы, ну, он, как бы, интернет такой глобальный, да, и вот то, что мы там смотрим и как-то, знаешь, по обыкновению сравниваем с другими какими-нибудь американскими компаниями, то есть, это уже неправильно, то есть, мы, как бы, должны их смотреть, что это компании, как бы, всего мира, да, но они же, как ты сейчас сказал, пылесосят уже программистов со всего мира, и, то есть, продукты, то есть, они не дают, как бы, условно, шансов, да, где-то там родиться такой же компанией, потому что, ну, все работают на них. И, соответственно, не кажется ли тогда, что то, что они большие в Америке даже, это сейчас еще ничего не значит, они могут быть и гораздо больше, и не кажется ли, что это вот те претенденты, знаете, такие пугающие фильмы в будущее, транснациональные компании, они уже, конечно, но вот прямо вот настолько глобальные, что, как знаешь, больше государств некоторых или многих, да, вот, не кажется ли тогда их потенциал роста очень еще большим? Вот, наверное, вот так. Слушай, для смешного, знаешь, это забавно, я, честно, не знал, что в такую плоскость у нас с тобой сегодня эфир повернется. Вчера с коллегой с нашим с тобой обсуждал книжку, он прочитал империализм, Ленин, империализм, как, соответственно, вершина развития капитализма. Там как раз вот про эту историю написано, да, про то, что там образуется финансовый капитал, про то, как, собственно, образуются такие мега-агломераты, да, которые такое во многом, ну, ты же видишь вот эти антимонопольные настроения в Соединенных Штатах, они с чем связаны, да, что в тот момент, когда компании дорастают до такого уровня, да, как это делают Амазон, как это делают Гугл и Эппл, ты понимаешь, что, в общем-то, бизнес, да, он уже как бы, ну, в какой-то степени экономически над государством находится. Ну, в таком философском смысле, да, это, конечно, там всех сейчас футурологов, технопровидцев, это всех, в общем, сильно беспокоит. Наверное, да, в этом есть такая история. У тебя бюджет компании становится там сопоставим с бюджетом страны? Ну вот, пусть, ладно, не с Америки, но как бы с другими. Вот это да. И второй момент, ты еще знаешь, что ты говоришь, там, округлил до 20 миллиардов, да, то есть ты взял и округлил миллиард долларов, там, да, чуть меньше, то есть, ну, как бы такому округлению там может позавидовать муниципальный, там, какой-нибудь бюджет, да, в России, региона, там. Просто, как бы, знаешь, если настроить у них округление. Да, да, в их сторону, в их сторону, да. Они живут. То есть там люди год на эти деньги, да, живут там всем, всем районам. Вот, и да, то есть такая тема есть. Это интересно, ну, как любое время, да, это время интересно по-своему. Что касается цены, то здесь надо понимать, что можно ли покупать компании по любым ценам такие, да. Вот это вопрос, над которым, наверное, у меня нет ответа, потому что я вижу... и угрозу, да, которая присуща такому поведению. Ну, то есть, во-первых, все-таки и Китай, и Америка, будем откровенны, да, не сильно, как бы, рады такому повороту событий с точки зрения, там, законодательства, да. Напоминаю, что там во все эпизоды, там, истории, когда компания дорастала до какого-то такой действительно монополии, который сложно было управлять, да, включался государственный аппарат и занималась там регуляцией, демонополизацией, разделением. Вот то, что мы видим, там, в Китае происходит, там, свеча, там, там, алибакой и I'm financial, да, то есть, вот, когда компания такая, в общем, агломерация становится действительно, там, размерами некомфортными для той экономики, в которой она работает. Поэтому, то есть, здесь, как бы, вступ выходит на первый план регуляционный аппарат, да, которого бизнес лишен, а государства нет. Поэтому здесь, как бы, есть свои риски с этим, ну, как бы, на мой взгляд, в такой плоскости, если посмотреть. Второй момент, что все-таки это бизнес, да, и те оценки, те темпы роста, которые заложены, по Амазону очень хорошо видно, компания не дотянула 2 миллиарда долларов в масштабе, там, да, 120 выручка, или, там, сколько было, 118 против 122 прогноза, какие цифры? Да, против 113, да. Да, ну, по-моему, да, то есть, компания заработала очень много. И при этом переоценка сразу пошла на 7%. Ну, то есть, я к тому, что не факт, что темпы роста, которые эти компании сейчас взяли, они будут такими, именно темпы роста, да, там, ближайшее, там, обозримое будущее. А вот в правооценках закладываются очень большие амбициозные ожидания инвесторов относительно их будущего роста. Ну, ты просто посмотри на цифры. Ну, то есть, я уже, если поделить, мне кажется, выручку, там, Амазону на количество проживающих, там, в отдельных регионах, ты поймешь, что ты же не можешь всю дроплату платить Амазону, да, в конце концов. То есть, есть естественный барьер, там, по выручке этих компаний, заключающийся, как бы, ограниченный нашими с вами кошельками. Ну, то есть, поэтому тут, мне кажется, надо все-таки быть очень осторожным в прогнозах и в идее покупки бизнеса по любым ценам. Я это где-то уже слышал, никогда ничего хорошего это не заканчивается. Ну, вот я как раз и... Давай еще раз, чуть-чуть вернемся. То есть, смотри, вот еще раз, кажется ли... Сейчас мы как раз отдельно поговорим про их некие ограничения, но кажутся ли тебе эти бизнесы большими действительно, если посмотреть на то, что, как бы, они могут быть, как сказать, мировыми компаниями. Я сейчас вот чуть-чуть добавлю цифр, специально открыл. Вот смотри, в 2020 году выручка Амазона, у него, кстати, самые многообещающие прогнозы, выручка 379, да, ежегодно миллиардов, 379, это 2020 год. А в 2024 ему прогнозируют уже 573. То есть, ну, это рост, ну, процентов на 70-80. Бог с ним, с прибылью там тоже самое. Неважно, выручка, да, это все-таки размер компании. То есть, кажется, что... Ну, тут просто вот визуально сейчас не могу вам показать, но вот поверьте мне, линия тренда до 2024 года, она ровно такая же. Вот такой глобальный рост. И, в общем, я когда задумываюсь, если так серьезно, ну, а что мешает Амазону расти, да? Ну, он много, ну, там, он же не абсолютный там лидер в ритейле. Плюс там облака, плюс эти программисты, которые могут там много чего еще создавать, да, то есть проползать в другие сферы. Вот еще раз четко пока. Есть ли ощущение, что это на самом деле не крупные, ну, как бы они, понятно, крупные компании, но, как сказать, потенциал развития настолько огромен, что нельзя называть, что они как-то близко у потолка? Вот это вот еще раз. Это, конечно, сложно отвечать на этот вопрос, потому что будущее никто не знает. Не-не, по ощущениям, не, конечно, конечно. Я вот просто, ну, вот как обмен мнениями, да. Опять же, да, тут, как сказать, мы не настолько хорошо, что, ну, то есть нам кажется, что мы очень хорошо понимаем бизнес Apple, нам кажется, что мы очень хорошо понимаем бизнес Google, или потрясающе разбираемся в нюансах приложение строения в Apple, но это не так. У нас, ну, как бы, мне кажется, мы лучше понимаем даже эту специфику, например, на Яндексе или на Сбере в России, да, потому что мы видим результаты более ощутимо в тех сегментах, куда приходят эти игроки. Я понимаю, что это другой порядок, там, другая технологическая платформа, но в целом, да, если посмотреть на то, как развивается там бизнес такой, который пытается как раз капитал мигрировать в разные сферы, да, с применением там IT-технологий, мне кажется, примеры достаточно близкие. И вот здесь, как бы, ты же сталкиваешься с чем? Что для того, чтобы сделать вывод о том, что компания может неограниченно расти, да, просто за счет там интеллектуального потенциала сотрудников, которых она привлекает, что является высшей, как бы, на самом деле, оценкой, да, то есть, мне кажется, что если бы мы научились оценивать там интеллектуальный потенциал сотрудников, коллектива, да, и процессов, которые внутри организации устроены, мы бы гораздо лучше прогнозировали там динамику, там, просто бурочки, прибыль. Вот, то здесь ты смотришь вот на отечественные примеры, да, строение там как раз системы, ты понимаешь, что есть некоторые все-таки core бизнес, да, который там генерирует основную часть времени, есть R&D, да, который в правильных компаниях там достигает 25% от зарабатываемых денег и больше где-то даже. И ты смотришь, что в целом, ну, как бы, по выручке, по охвату, все так, они растут и растут очень быстро. С другой стороны, ты понимаешь, что эффективность управления отдельными компонентами, входящими в эту систему, пока как бы не идеальна, да, и тут самый большой вызов, что чем большее количество сфер влияния, сфер деятельности компания выбирает, тем с большим вызовом, вот я на себе это понимаю, да, чем крупнее компания, тем сложнее гармонизировать вот эти вот участки производства, да, и быть одинаково эффективным на всех управлениях, на всех направлениях деятельности. У тебя получается, что ты что-то одно выстроил, там, в другое залезаешь, ты инвестируешь очень много денег, ты вкладываешь в это, ты получаешь дополнительную выручку, но ты получаешь достаточно, как правило, ну, вот, по крайней мере, по России, да, это убыточное направление, как правило, а им еще предстоит стать прибыльными. Вот, и это основной вызов. То есть, если мы предполагаем, что компания Amazon, Apple, или там, Google научатся быть одинаково эффективны, с эффективностью своего core бизнеса, да, в тех областях, куда она выходит, тогда я скорее скажу, что ты прав, да, и потенциал роста, он еще очень-очень большой, но может быть и по-другому. Может быть так, что компания в какой-то момент, как бы, понимает, что управленческого ресурса, да, и там, те процессы, которые работают, там, на одном количестве людей, в одном направлении, к сожалению, там, не всегда успешно экспортируются в другие сферы, да, и это всегда вот такой момент, что вот кому проще, да, на рынке работать, там, традиционному какому-то ритейлеру, который десятилетиями отдачил, там, бизнес-процесс продаж продуктов питания, или айтишной компанией, которая зашла в этот сегмент, там, быстро за счет, опять же, интеллектуального потенциала и технологического превосходства занять эту нишу и стать еще более эффективной, чем те, кто там очень исторически давно и хорошо себя чувствует. Вот, наверное, так. Что ты как раз перевел немножко разговор на Яндекс и, там, условно, Сбербанк, тут больше Яндекс, наверное, да, там, с мейлом. Вот, это действительно, да, это те же процессы, их вполне можно также оценивать, вот, и тогда, если я правильно понял, наверное, если убрать, как сказать, мешательство государства, то главный риск, даже два я услышал риска, это то, что компания не сможет, не может быть столь эффективной, становясь все более крупной, и даже крупной в плане еще выходя в другие сферы, наверное, там все-таки свои особенности, свои какие-то компетенции, нюансы, и надо как-то быть, особенно руководителем уже всего холдинга, как бы разбираться и в IT, и в логистике, и, не знаю, еще в чем-то, да, одинаково эффективно, да, что действительно сложно. И второе, наверное, это то, что там есть уже тоже крупные игроки, может быть, явно, ну, не явно, а точно, наверняка, не столь динамично развивающиеся, да, но которые, так сказать, застолбили это место давно там, вот, может быть, чаще всего менее, может быть, технологичные, вот, и вот они, как бы, ну, надо с ними бороться, и, собственно, как бы в подтверждение немножко твоих слов, мы тут как раз чуть-чуть анонсирую, готовим такой обзор на Яндекс, но на самом деле, вот, вышел там последний отчет Яндекса, и, конечно, там, ну, понимаешь, динамика выручки очень впечатляющая. Все убыточно, правильно, как ты сказал, core business все кормит, все вот эти отростки, они убыточные, но динамика, как сказать, пускания этих корней страшно, ну, то есть, ну, там, двузначные цифры, ну, например, там, не сильно растущая, там, экономика России, да и, там, Европы, там нет двузначных цифр, а у них выручка двузначная, значит, кто-то уходит с рынка, да, то есть, конкуренция страшная. Вот, и поэтому, собственно, этот вопрос, и поэтому я тоже когда задумываюсь, почему они не могут расти дальше, да, и вот очевидного ответа нет. Есть риски, это, еще раз, вмешательство государства самый очевидный риск, и он вполне логичный и понятный. Второе, это все-таки то, что, выходя на новые рынки, они встречаются с конкуренцией уже там действующих игроков, и уже сложнее там зарабатывать прибыль. Поэтому, наверное, какие мы можем сделать выводы? Я, наверное, от себя пока скажу. Кажется, да, я, безусловно, четко говорю, считаю эти компании, ну, базово дорогими. Но вот такой, знаешь, как немножко и нашим, и вашим, может быть, подход, я обычно его называю. Я рекомендую обычно, если у вас большой такой портфель, а я всегда рекомендую компании побольше, дирексификация только плюс, с моей точки зрения. Так вот, возможно, эти компании надо иметь на какую-то долю. Ну, как бы, помните, если они где-то не дотянут, как я люблю говорить, они вот как Амазон скорректируются, вы сможете просто увеличить их долю, но по приемлемым, более приемлемым ценам. А вот если реализуется второй вариант, да, то в вашем портфеле они будут. Это, кстати, еще эмоционально полегче, потому что я вижу очень многих людей, которые, ну, просто как бы, глядя на динамики этих акций, говорят, ну, блин, я тут, я не заработал. Я практически равно потерял, да. Их это мучает, беспокоит. Я говорю, чуть-чуть купи, там, хотя бы, там, 1% от портфеля. Легче будет, как бы, о, там, что-то подросло, уже приятно. Поэтому, наверное, вот, исходя из, чуть-чуть, если подводить итоги, рекомендация, как бы, осознанно мы понимаем, что дорого, но настолько классно, настолько перспективно. И вот, блин, вот, такая борьба за программистов, которые, там, действительно, в большей степени там, кажется, обеспечивает им то, что на какую-то долю можно брать и по текущим ценам. Очень аккуратненько это произошло. Каждый должен, не воспринимаем, как инвестиционную рекомендацию, но, в общем, выход вот такой. То есть, это, как бы, может быть, оппозиция подходу, когда все только в них. Вот, то есть, это крайность, да, то есть, дорого вообще не беру. Беру, потому что, ну, посмотрите, как растет выручка, ребят, вы через, там, 10 лет, будет только эти, там, 5-6 компаний, или в России только Яндекс, да. Вот. Кажется, что все-таки нет. Но, как сказать, сами результаты, самодинамика говорит, что, ну, какие-то шансы есть. Ну, и, конечно, не на это, но, вот, продолжить рост. Вот. Поэтому моя рекомендация, она, наверное, вот такая. Ты, ты что думаешь? Да, я с тобой согласен в этом аспекте. Ну, то есть, мне кажется, что иметь, знаешь, как этот портфель, он такой, все равно он отражает концепцию, там, взглядов, жизненных целей каждого человека. Да, вот это хороший инвестиционный портфель, когда он, с одной стороны, собран, исходя из логики того, что, ну, как вы планируете в будущем распоряжаться этими деньгами с точки зрения, да, крупной покупки, какие долгосрочные планы, какие цели и задачи, от какие риски, да, вы берете в расчет с точки зрения, там, своих, не знаю, зарплат, потери работы, всего чего угодно. Да, то есть, это вот база. А с точки зрения наполнения, он должен быть, мне кажется, сонаправлен с вашим видением того, что будет происходить. Это видение, оно может строиться на очень разных факторах, на, например, ценовых, да, параметрах или на, там, фундаментальном анализе, или на попытке оценить, там, бизнес завтрашнего дня, как это в рамках сегодняшней дискуссии делаем мы. Если вы понимаете, да, то есть, если вам эта идея близка, вы считаете, что, там, на рынке действительно очень много неэффективности. Мы с тобой работаем каждый день, да, и работаем уже достаточно давно на рынке, и мы видим, что даже, там, среди крупных компаний, которые зарабатывают деньги, у которых отличная, там, маржа на капитал. Тем не менее, там, мы придем с тобой и поймем, что вот эти процессы, там, можно оптимизировать, да, здесь вот есть какая-то, там, ценовая неэффективность, здесь еще что-то. Ну, то есть, всегда можно улучшить, да, то есть, вот, базово, как мы с тобой всегда говорили, что инвестор – это базовый оптимист. Человек, который верит, что день завтрашний, да, силой людей, их интеллектуальным, там, потенциалом и желанием сделать мир лучше, он трансформирует эти компании что-то более эффективное, что-то более, там, дружелюбное к людям и, в конечном итоге, более дорогое. Вот, поэтому вот я в это верю. Я понимаю, что, там, работают отличные умные профессионалы, они сделают этот бизнес еще лучше. И, там, все в этом заинтересованы. Там, удержать, там, для меня какую-то долю портфеля в этих бумагах – это целесообразно. Видишь, некий, как сказать, вью, я думаю, мы сказали, потому что, на самом деле, это, на мой взгляд, самый востребованный вопрос на рынке, что делать, блин, с этими компаниями. Единственное, теперь добавлю немножко, как сказать, может быть, ложку дегтя в том, что сразу будьте готовы. Да, почему, например, я за небольшую долю. Ну, вот еще раз, пример Амазона показал, чуть-чуть не дотянуло, чуть-чуть, минус 7-8%. Теперь, внимание, если это уплется в какой-то потолок, который мы сейчас не видим. Мы смотрим, и кажется, что там, как сказать, космос, бесконечный космос, рост. А нет, оказывается, там какой-то потолок. В моей практике была в России такая компания, поэтому я это прям четко помню. Я был акционером этой компании. И пережил, что называется. Это компания «Магнит», которая… Да, да, а что? Ну, вот это вот, это как это, павшая звезда, ее, наверное, второй в России нет. Это компания, которая, ну, прям там, признавалась лучшей компанией в России, или одной из лучших, понятно, да. Динамика выручки, активов, экспансия, открытие магазинов. Ну, все прекрасно. Ну, все прекрасно. Вот, и потом бум, и вот-вот-вот прям вот застопорилось, да. Вот-вот, ну, процесс застопорился, да. Разные причины. Кто-то затянули с переоформлением. Ой, ну, как это, с обновлением магазинов. Действительно, X5, я сейчас вспоминаю это время, я прекрасно помню, действительно, X5 начал раньше пятерочки, да, обновляться магазин. Они становились более приятнее при той же ценовой категории. Вот, это первое. Второе, да, собственник ушел. Ну, тоже некий, наверное, значит, такой дух, да, компании, там, ушел, испарился и так далее. Вот, хотя, опять же, это происходило, на самом деле, уже чуть-чуть после, чуть-чуть после, да. Уже какие-то там были проблемы с замедлением. Ну, и все. Хотя, опять же, даже сейчас вот у нас из X5 были гости, гости, они говорят о том, что, ну, ребят, это вполне растущий рынок. То есть, нельзя сказать, что отрасль прям уперлась. Нет, они сейчас, вон, X5 же, X5-то растет, продолжает расти. Правда, они тоже там с прибыли чуть-чуть коррекция произошла. Ну, рост-то есть. И у магнита есть рост. Но вот почему-то, знаете, как вот, вот какой-то ход они потеряли, да. Сейчас, может быть, есть какое-то ощущение, что немножко как бы там перестроились, и начинается следующая волна, но ход потеряли. Так вот, ну, а дальше вы видели, что произошло с ценой, да. Там с 12 тысяч до, там, ну, не знаю, в минимумах, там, 3 или если еще не меньше. Вы представьте, да. Вот это, мне кажется, нереализовавшаяся надежда. При этом очень важно, что начиная там, сколько-нибудь с 2005 года, когда там акция 1000 уторвалась и ниже, вы видели, там, 2, 3, 4, 5, там, 8 тысяч, 10, и вот, наконец, 12, и тоже тогда все говорили, покупай. Тут перспективы есть, опыт есть, лидер рынка. Опять же, никаких причин не расти. И мы получили, что получили. Поэтому очень важно этот риск принимать. Поэтому и какая-то вот все-таки небольшая доля, да, в портфеле. С одной стороны, все-таки как-то к этому прислониться, но аккуратненько. Но аккуратненько. Так что, как сказать, посматривайте. Знаете, если очень хочется купить побольше, вот на магнит, вспоминайте эту историю про магнит. Так, ну что, мы можем к каким-то вопросам переходить? Или, я думаю, да. У нас тут, кстати, много. Давай. Ну, первый вопрос. Часто говорят, что компания переоценена, и покупать ее нельзя. Я ее держу, потому что купил давно, и еще по низким ценам. Кажется, что это заблуждение. То есть, если вы не готовы заново купить компанию по текущим ценам, значит, вы должны немедленно ее продать. Так ли важно, когда и по каким ценам вы эту компанию купили? Может быть, дьявол в мелочах, все-таки в комиссии и в налогах? Спрашивает Михаил. Ну, интересный взгляд, да. То есть, даже если посмотреть какой-то профессиональный терминал, типа Bloomberg, там же всегда три рекомендации. Buy, sell, hold. Купить, продать и удерживать. Вот это, да. Это меня всегда тоже, эта история, она так немножко, как сказать, настораживала. Что значит удерживать? То есть, как бы не покупать и не продавать, да. Ну, это, да, типа, знаешь, как это? Активно не наращивать, но, типа, еще не продавать. То есть, так вот. Да, ну, вот тут не знаю, честно скажу, что надо ли продавать компанию в тот момент, если ты не готов ее по текущей цене накопнуть, ну, как бы еще увеличивать эту позицию. Да, давай я отвечу, потому что такой вопрос, на самом деле, ну, не то, что часто возникающий, но, знаешь, как на каком-то этапе такого развития инвестирования, он всегда возникает у людей. Смотрите, здесь какой смысл? На него есть разные ответы. Давайте так, пассивный подход, пассивный. Прямо есть, вроде, самоинвестирование, это что такое неактивное спекулирование, да, но это есть тоже пассивный и активный инвестор, скажем так. Так вот, пассивное инвестирование чаще всего, как раз, нет. Пассивное, это когда хорошо зашли в хорошую компанию, и, в общем, смотрите, вам нравится этот бизнес, то есть, у вас, как бы, нет сомнений по поводу бизнеса. Вы не выходите. То есть, ну, просто сидите в этой компании. Даже если, как бы, кажется, что она там дорого, или кто-то говорит, что она дорого, вы не выходите. А вот активное инвестирование, это все-таки, когда, поймите, что такое дорого, да, это когда вы видите, например, а это значит, вы уже изучаете что-то, что нет в вашем портфеле, у вас, как бы, активная позиция к этому, и вы видите какую-то компанию, которая схожа по показателям. Ну, там, опять же, они очень многие, у многих они разные. Я пример за свои, там, динамика выручки или размер выручки, закредитованность, рентабельность, там, и так далее, ну, стабильность, волатильность прибыли. Вот вы по своим показателям смотрите и видите компанию, которая, как бы, соответствует по размеру и другим показателям. Она дешевле. И вы ее так, эту свою-то, наверняка, чаще всего лучше хорошо знаете, а тут, как бы, пока, знаете, что-то неизвестное. Вы изучили, почитали, и, как бы, да, тоже нормально, тоже хороший бизнес, какой-то нужная продукция и так далее, но дешевле. То есть, по П на Е классический, да, дешевле. Значит, смотрите, вы можете, теперь аналогия. У вас квартира в одном доме, а вот через дорогу в соседнем, да, доме, да, тот же дом, та же застройка, как и все же строители, но дешевле. Та же квадратура. То есть, в недвижке это сложно представить, а в акциях, ну, как бы, там не так все очевидно в акциях, да, вот, оценка бизнеса. А вот представьте, в акциях вот так. То есть, или в недвижке квартира на 20% дешевле. Понятно, что в недвижке, блин, переезд и так далее, но в акциях переезда нету, да, очень легко все. И вот тогда вы как-то удачно купили квартиру, да, например, когда-то, да, она выросла ценой, так и та выросла. Но ваша выросла больше, чем та. Вот, вот очень важно. Но субъективность этого в том, что вы только можете оценить, они реально похожи, ну, как бы, вот, по качеству. Если да, то тогда активный инвестор должен продавать. Ну, продавать эту, покупать ту. Потому что объект явно дешевый. Так что, вот такой ответ. Отличный ответ. Давайте дальше. Интересен ли Амазон на долгосрок при текущих уровнях цен? Ну, мы, я думаю, более чем подробно ответили на этот вопрос. Давай дальше. Вот, хороший вопрос. Как образуется все-таки дивидендный гэп? Да, то есть, была уверена, что это технический момент, но в целом не очень понятно, что цена, ну, то есть, что такое дивидендный гэп? Да, это когда сегодня произошло, сегодня произошло определение состава акционеров, которые получат дивидендную выплату. И на утро, как правило, бумага торгуется уже на уровнях ниже, как раз примерно на близкой той цене, которую в итоге вы получили в виде дивидендов. То есть, она уже, эта бумага, дивиденды вы не получите только уже в следующем периоде, поэтому логично, что она стоит дешевле. Но в целом это, как бы, никакая не магия. Это, на мой взгляд, я отвечу, может, как удобно. Без разницы. Хорошо, я тут, давай, да. Хорошо. Ну вот, в целом это некоторый консенсус рынка, да. То есть, если предположить вот такую абстрактную ситуацию, представьте, что сегодня вечером, там, в 7 часов вечера цена биржи закрылась, да, реестр определился, вам придут дивиденды. Завтра вы уже думаете, что эта бумага откроется, там, по цене ниже, да. То есть, ну, по крайней мере, все инвесторы, кто, собственно, планирует эту бумагу купить, они уже понимают, что у них нет, этих финансов нет, этих денег, которые вы можете получить. Но предположим, что за время открытия ночью произошла какая-нибудь классная, там, для этой компании ситуация. Не знаю, если это нефтяной сект, тогда цена на нефть выросла, там, на 10%. Вот. То понятно, что цена откроется с учетом того, как бы, потенциала, который реализовался на основах, да, пока биржа была закрыта. То есть, в этом плане дивидендный гэп – это некоторая, как бы, консенсус история рынка, который, собственно, ну, это, грубо говоря, добрая воля покупателей. Они понимают, что в этой компании просто этих денег сейчас, да, как завладение этих акций, их уже получили другие люди, поэтому смысла их закладывать в цену, как бы, нет. Но если есть какие-то другие обстоятельства, то этот гэп может быть закрыт очень быстро. Или его вообще может не быть. Ну, вот смотри, да, такой-то, это частый вопрос, который я периодически задумался над ним, но как-то вот не было времени, там, может, поглубже копнуть. То есть, с одной стороны, кажется, что это такая психологическая история. Ну, как бы, знаете, человек пришел на рынок, уже гэп был. Вот, потом он уже всем рассказывает, что гэп должен быть. И все такие, ну, понятно, это как, знаете, такие классические истории, там, психологические эксперименты, сейчас не буду им там рассказывать. Ну, в общем, пришли, так было. И поэтому, а почему так? Потому что так было, да. Но, может быть, все-таки, вот то, что я не копал, да, послушайте, ну, так сказать, имейте в виду, что тут всех нюансов фонда рынка мы не знаем. Может быть, есть все-таки какая-то, знаешь, там, через какие-нибудь арбитражи, какие-нибудь там фьючерсы, опционы, например, фьючерсы, да, вот, что-то то, что если бы этого гэпа не было, то что-то было бы там фьючерс выгоднее покупать, там, акцию, и вот чтобы этого не происходило, гэп должен быть. Вот нет такого, не слышал? Это такой, знаешь, обмен мнениями в процессе прям. Ну, честно, ну, как бы это еще логично представить, когда у тебя торгуется и там акция, и производный инструмент, у него в виде фьючерса, тогда действительно, да, по фьючерсу, естественно, это просто пари, да, которая заключается там между, условно, двумя сторонами по поведению цены, да, и логично. Там действительно гэп нужен технически, потому что это какой-то денежный поток, который минует эту сделку, да, потому что это производный инструмент, по нему дивиденды не платятся. Там, да, но куча инструментов, которые там относятся к второму-третьему эшелону, где фьючерсов там никогда не было, нет, и вряд ли будут. Ну, может, вот как раз вот, может, там уже и по привычке, знаешь? То есть там, как бы, если акция не упадет... Да, это какая-то очень простая человеческая логика. То есть, ну, вот у тебя есть актив, там, не знаю, да, ты там, вот, как представляешь, как вот, не знаю, с арендой, с той же самой, да, у тебя есть арендатор на твою недвижимость, ты продаешь там коммерческую недвижимость с арендатором. И вот он в процессе сделки, вот тут, грубо говоря, завтра у тебя заключается сделка, он годовой платеж по аренде заплатил вчера. Ну, ты же, как бы, все равно по-разному будешь оценивать этот объект, да, то есть придет тебе, как бы, вот последний платеж годовой от арендатора или не придет. Объект, он не поменялся при этом, да, просто вопрос, попадает вот этот платеж, как бы, в сделку, в периметр сделки или не попадает. Если не попадается, она будет дешевле этого личного. Ну, как бы, вот у меня такая какая-то... Согласен с этим. Да, да, я как раз с этим согласен, но она такая, знаешь, не, как сказать, не стопроцентно очевидна, да, То есть вроде оно очевидно, но с другой стороны... Просто, опять же, вот в стакане... Сейчас пойдем дальше, но просто еще раз. В стакане же кто-то на следующий день выставляет, ладно, покупку ниже, но кто-то и продажу ниже выставляет. То есть он как бы готов с этим смириться. То есть говорит, ну, ребят... Он дивиденды вчера получил, сегодня он на свою функцию выполнил, и эту бумагу можно продать. Ну вот, да, да. То есть он получил дивиденды и как бы готов. Дальше как бы такой некий неосознанный сговор. Одни на следующее утро встали поменьше и на покупку, и на продажу. Все, появился дивиденды. Ну, действительно, интересная история. Неочевидная, но, в общем, лойка в ней есть. Но к тому, что если бы на следующий день все бы стали по тем же ценам, гэпа и не было. Такие случаи бывают. Я говорю, это связано с тем, что, например, какие-то новости проходят во время закрытия рынка. То есть редко, очень редко, но такое возможно. То есть, я говорю, нефтяная компания сегодня дивиденд заплатила, но очень цена на 10% выросла, вот тебе как бы и нет дивидендов. А, ну и к тому, что могли бы, если, знаешь, как бы все договорятся, то могли бы и без новости встать по темным ценам. В конце концов, стакан все терпит. Можешь выставиться и без гэпа, как-то не мешает. Не купить, правда, у тебя никто по таким ценам. Ну ладно. Хорошо, давайте дальше. Что думаете о российской недвижимости? ЛСР, пик и эталон. Стоит ли брать их во внимание, учитывая недовольство этими компаниями? Их покупатели не везде, но часто так происходит. Ну, да, да, тут я прям уже готов был ответить, и ты в конце добавил, знаешь, связанные с недовольством этим компаниями. Я думал, знаешь, в связи с там, с ростом ипотеки и так далее. А тут с недовольством. Слушай, у меня был когда-то один такой, так сказать, обмен мнениями, скажем так, назовем это, с человеком, который как бы в этой сфере вроде как работал, говорит, что, ну там, строит плохо, ладно, без имен кто-то, да, строит плохо. Слушайте, ну, блин, сложно, конечно, спорить. Кажется, ну, плохо, это же рынок, да, ну, значит, кто-то строит лучше, но дороже, да, раз берут. Вот это вот слово плохо, хорошо, оно на рынке как бы очень субъективно. Ну, как бы, ну, тогда не покупали бы. Понимаете, опять же, да, поясню, что такое плохо, хорошо. Может быть, плохо, может быть, но, значит, у других еще хуже. Вот так тогда сформулирую. А у кого лучше, значит, дороже. И настолько дороже, что лучше, ладно, это плохо, чем вот то лучше, но очень дорого. То есть, ну, ну, люди берут. Пик – это вообще лидер по строительству. То есть, это значит, большинство людей при выборе недвижки в большей степени по такому оптимальному соотношению цены-качества. Это понятно, что это не лучшее качество, это не элитное жилье, да? Ну, выбирают пик. И вот я как бы всегда немножко от рынка, да, так отталкиваюсь. Поэтому сложно назвать плохо то, что выбирает большинство. Ну, опять же, если сравнивать с другими, ну, какой-нибудь элитный, ну, вы добавьте цену, там же как бы за качество и цена больше. Поэтому с этой точки зрения не знаю. Я считаю, что никак не влияет. То есть, это как было, так, ну, то есть, вот только... Ну, мне кажется, даже оно только субъективно и получше становится. Ну, в общем, на цену не влияет. Да, соглашусь. А вот с точки зрения, как бы, именно самих компаний, то есть, что ты думаешь по поводу... Да, вот с точки зрения самих компаний, да. Я тут недавно, ну, как-то сейчас много разных каналов и так далее. И вот мне тут, Вадим, иногда успеваешь перед сном чуть-нибудь пробежаться. Такой пост понравился. Ну, там, пост не суть понравилась. Картинка, да, сейчас я ее озвучу. Это количество проданных домов в США. Вот сейчас, ну, я думаю, в России, в США и в мире, кстати, на самом деле, есть некий такой бум, связанный с рынком недвижимости, покупка новых домов, где-то больше, где-то меньше, связано, с одной стороны, это с стимулированием экономики во многих странах дешевыми ставками, дешевыми ипотеками, исторически дешевыми в тех или иных странах. Так вот, смотрите, вот в США количество проданных домов, прямо сейчас специально нашел тут график, в 2005 году на пике доходило, у них там все-таки популярны именно дома, а не квартиры, домов, в тысячах, значит, это миллион, двести, восемьдесят, три тысячи. Ну, один и два миллиона. А вот потом, там, конечно, кризис грянул, но кризис, собственно, в первую очередь и грянул за того, что, как сказать, произошло перезбыток этих домов. Так вот, на 2010 году, на дне, представьте разницу, теперь готовы, покупалось домов 323 тысячи. То есть, еще раз, миллион двести в 2005, или тут шестом, не совсем понятно, и потом 320, 306, извиняюсь, в 2019, 306 минимально. То есть, падение в четыре раза. Вот, как бы, опасность рынка недвижимости. Очень такой цикличный, цикличный отрасль. Если, как говорится, в какой-то момент заложили домов больше, чем нужно, то переварить этот перезбыток очень сложно. Представьте, рынку понадобилось хотя бы остановить падение, раз, два, три, четыре, пять лет. А теперь, внимание, 2020 год. Количество проданных домов 820 тысяч. Кстати, 2021, там уже тоже бьет рекорды, 820 тысяч. Это еще не миллион двести, но уже, как бы, так сказать, тенденция туда. Так вот, да, к чему это? Очень цикличная отрасль. Вот в Америке пока кажется, что, ну, сильно ничего не угрожает, там ставки не повышают, ну, кроме как некого просто затоваривания, рынка. Это очень всегда сложно ценить. А вот в России есть четкие сигналы, которые, к сожалению, ну, как минимум негативны для этого рынка. Это повышение ставок. А это значит рост цен на ипотеку. По статистике это можно в годовых отчетах найти пика, ну, примерно одинаковые цифры. 70-80% уже недвижки покупается в ипотеку. 70-80%. То есть, представляете, какое это влияние. И вот рост ставок, это первое. Второе, напоминаю, что ПИКТОК совсем работает в Москве, Московской области, в основном, ЛЦР, ну, частично, ну, большая часть, ну, так сказать, не большая, а большая часть тоже. И если кто-то следил, отменили льготу. Раньше, дай бог мне памяти, льготная ипотека там распространялась на стоимость недвижимости, кажется, 10 миллионов, сейчас убавили до трех. Ну, все мы понимаем, что за недвижимость 3 миллиона. То есть, на 3 миллиона вас просубсидируют, а дальше сами. Вот. И вот эти два фактора, которые, ну, на пик, в первую очередь, прям серьезно воздействуют. Сказать, что все, теперь сейчас все рухнет, как-то всегда, паникерский настроение, нет. Но, в общем, кажется, как я люблю говорить, ветер стал встречный для этих компаний. То есть, раньше дешевая ипотека, как бы стимулирование со стороны государства только как бы в попутный ветер. А теперь ветер становится встречный, и как бы расти становится сложнее, а может быть даже и некая коррекция наступит. Поэтому, кажется так, в краткосрочной перспективе год, два, три, вот так, наверное, не лучшее время для строителей. Но, опять же, помните, все бизнес, живое существо, он может как-то адаптироваться, там, подстроиться, издержки, может. Вот. Ну, все-таки ветер встречный, а потом посмотрим. То есть, ну, как бы, нет, в долгосрочке точно медвижка в России вполне востребована отрасль, нужная, полезная, соответственно, и востребованная и как бизнес, и как аксанер. Так что, краткосрочно не очень хорошо. В долгосрочке нормальный, интересный бизнес. Спасибо, Андрей. Следующий вопрос про отвратительный наш, чтобы звук. Я не знаю, правда, это только у Николая такая проблема. Если можете, пожалуйста, уважаемые слушатели, напишите в комментариях, нормально ли все со звуком, или уже 52 минуты терзаем вашу уже плохим звуком. По поводу Китая, да, сразу хочется там целый блок вопросов закрыть. Мы же выпустили, специально даже делали такой обзор на нашем канале, правда, для слушателей, в формате просто мы собрались вечером и записали, да, наше понимание того, что происходит с динамикой акций китайских компаний. Вот, поэтому я бы, на самом деле, предложил вам послушать. Мне кажется, что это во многом закрыло бы те вопросы, которые у вас есть. Хорошо. Вот, такой ответ. Как закрыть инвестицию? Полностью выйти из всех сделок, полностью закрыть программу инвестиций. Ничего сложного в этом нет. Вы просто закрываете сделки все, соответственно, выводите все деньги, потом пишете в чат поддержки, что вы бы хотели закрыть договор и исчезнуть. Из жизни этого брокера навсегда вам помогут сделать. В принципе, плюс-минус у всех брокеров процедуры она есть. Может ли произойти и балансировка индекса S&P 500, из-за того, что там очень большая доля как раз Facebook, Amazon и Apple, Netflix и Google. Ну, вопрос такой, Евгений. Да, тут смотрите, я всегда рекомендую ознакомиться с… Это никогда не вредно, особенно если вы пассивный инвестор в индекс. Ознакомьтесь с правилами того инструмента, который вы покупаете. Да, то есть зайдите прямо на сайт S&P и посмотрите, там, покопайте механику расчета этого индекса. Как проходит там ребалансировка? Как рассчитывается доля инструментов в составе индекса? От чего зависит эта ребалансировка? Календарная она или по событию? То есть это всегда очень полезное такое упражнение, чтобы вам лучше понимать, особенно если вы от этого индекса финансово зависите, да, то есть как это все работает. Базово, ну, например, я честно скажу про S&P я не помню и боюсь соврать, но, например, про наш индекс, про индекс ММВБ, можно сказать, что там ребалансировка происходит ежеквартально. Вот, то есть вы в этом смысле как бы привязаны к определенной дате, после которой там есть некоторый декаб сверху, если мне память нет, 12% на декабрях одной бумаги. То есть одна бумага, какой бы капитализации она ни обладала, в индексе не может быть более 15%. Соответственно, если по каким-то причинам, соответственно, какие-то компании выросли в капитализации или какие-то преодолели эту планку в 15%, в следующем календарном ребалансе, соответственно, доля этих бумаг будет поправлена в составе расчета индекса. Ну, с S&P какая-то похожая история происходит, посмотрите. Вот, по перспективе компании TAL, и SPSI, ну, честно, я там тоже достаточно подробно высказались по рынку онлайн-образования в Китае в рамках вот того подкаста, который мы записали ранее, поэтому посмотрите. Я думаю, что если вопросы какие-то останутся в следующий, в ближайший четверг, вы можете их задать. Так, вопрос про экосистему УГП. Я так понимаю, что речь идет о экосистеме Газпрома. Вы, про что будет? Ну, Евгений, пожалуйста, точните. Да, про... Ну, и, в принципе, SPSI, сейчас я тикер посмотрю, я на тагерь не помню, чуть-чуть за компанию. Можем пока дать возможность гостям, которые хотят задать вопрос, голосом его задать. Добрый день, меня слышно? Да, Артем, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Артем, я с города Кемерово, мне 31 год. У меня два вопроса, если позволите. Вопрос номер один. Американский рынок подписан на много инвест-каналов, и почти на каждом инвест-канале разбирается российский рынок, эмитенты российского рынка и эмитенты американского рынка. И складывается впечатление, что Америка – это как одно большое лукошко, куда все инвесторы мира складывают туда свои яички. То есть, если перейти к диверсификации портфеля, то диверсификация по отраслям, рынкам, странам. Но какая диверсификация в портфеле может идти, если весь мир инвестирует в американский рынок? По показателям P&E, у них достаточно большие показатели, там 12, 30, 70 лет. Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Мне 31 год и очень сильно увлекся инвестированием. Хотел бы устроиться на работу, связанную с инвестициями. Если что-то пожелаете, не пожелаете, а посоветуйте, куда обратиться, с чего начать. Спасибо за внимание. Спасибо, Артем. По поводу того, что американская экономика и с точки зрения американских компаний занимают сейчас доминирующую долю в портфелях мировых инвесторов. Тут, наверное, соглашусь. Мне кажется, это не сложно спорить, учитывая, например, вы можете просто посмотреть размер рынка Америки с точки зрения капитализации. Просто пересчитать в долларах все те акции, которые торгуются на американском рынке. Вы увидите, насколько этот рынок большой. Если к этому прибавить еще денежный рынок, рынок древативов, вы поймете, что финансовая система США абсорбирует очень большой процент всей мировой денежной массы, в которой инвестиции направляется. Это действительно так. Есть ли в этом какой-то риск? Наверное, какой-то риск всегда, когда диверсификация она же сверху вниз. То есть стороновая диверсификация, потом, соответственно, отраслевая, потом по компании. То есть вы когда говорите о том, что стороновая диверсификация она в меньшей степени представлена, я тут соглашусь. Вопрос, как инвесторы эти риски оценивают, насколько они считают их серьезными и считают ли они базово, что компании, которые в этой стране оперируют, они подвержены каким-то дополнительным рискам по сравнению с теми, кто оперирует в других странах. Это же всегда сравнительная история. То есть вы оцениваете, каковы шансы у этого бизнеса, который в основном, если вы посмотрите на американский рынок, они же транснациональны, с чего мы начали этот разговор. Что они по выручке и по операционной прибыли, они зависят не только от рынка США, но и они работают много где еще. Поэтому в целом тут и да, и нет. То есть с точки зрения сухих цифр, с точки зрения каких-то дополнительных рисков хочется понятия, какая альтернатива. То есть глазами, допустим, инвестора, который вкладывает свои деньги, вы говорите, что все вкладывать в Америку опасно. Он говорит, а чем разбавить? Европа. Он говорит, Европа, понятно, да, рынок сильно меньше, отдельные бумаги, окей. А еще что? Ну, там, не знаю. Бразилия. Извините, риски Бразилии, по сравнению с рисками Соединенных Штатов, они все-таки выше. Ну, и вот начинается вот этот диалог, потому что у тебя вся диверсификация, она, в общем-то, сталкивается с, ну, в сравнении, да, познается. Какую экономику ты выберешь, за какие, собственно, риски, за какие доходности. Поэтому так это и работает. С точки зрения того, что, какой совет вам дать для того, чтобы трудоустроиться в сфере финансов, здесь, наверное, базово хочется посоветовать как-то в эту историю инвестировать, наверное, больше времени с точки зрения того, чтобы разобраться, какие вот, ну, как сказать, знаете, когда мы говорим, например, про банков, да, мы говорим, что вот хочу работать в банке. В банке работают очень много тысяч людей, особенно если банк крупный, да, то есть там банк, например. И они занимаются базово очень разными вещами, да, так и финансово. То есть, когда мы говорим про фондовый рынок, мы понимаем, что есть там коллеги, кто занимается, например, IT-финансов, есть те, кто занимается в бэк-офисе, в бэк-офисе, есть те, кто там какие-нибудь У мониторов сидит за дилинг, следит за ценами брокера, кто исполняет ордера. То есть в целом, несмотря на то, что сфера вся финансовая, сфера именно применения может быть очень разной. Поэтому я бы посоветовал вам больше времени в эту поттерсель продаж, опять же, инвестировать чуть больше времени, разобраться, что здесь происходит с точки зрения того, какие есть варианты профессии, и выбором выбранных уже дальше двигаться, понимать, кто этим занимается, в какой компании вам было бы интересно работать, какие требования они предъявляют, и в целом, дальше двигаться, поступать. Андрей, у тебя есть? Прокомментируйте. Да нет, я тут соглашусь, я, наверное, чуть добавлю, такой очень частый, и мне вопрос задают по поводу работы. Смотрите, есть некая иллюзия, особенно, может быть, из фильмов, что работа в сфере финансов – это чаще всего какая-то активная торговля на свои, чаще всего на какие-нибудь чужие деньги, управление фондами и так далее. Даже если это так, ну, то есть это очень, как сказать, отдельный отдел компании, да, то это чаще какой-то интерес, комитет, рассмотрение, вполне себе такая, на самом деле, ну, не то, что скучная, конечно, ну, в общем, зарегламентированная работа, это не вот такое вот, я чувствую, сейчас пойдет расти Амазон, к примеру, и как бы туда вбухнули, и как бы, бац, удвоили прибыль компании, и все вам аплодируют, да, нет такого только в фильмах, да. Чаще всего работа в сфере, она не сильно отличается от работы в каких-то других сферах. Вы, как бы, ну, что-то нужно делать полезное, да, для компании. Поэтому тут скорее проще, да, и у любой компании финансовой, да, если вы банк, есть вакансии, да, а у вакансии есть требования. И вот прямой путь попадания соответствовать этим требованиям. Вот, наверное, так я смогу ответить на этот вопрос. Так, ну что, я думаю, можем заканчивать. Давай я на всякий случай еще загляну в комментарии. Кстати, интересно, как отрабатывают инициативы регулятора, вроде недопуска на российские биржи, акции, компании, которые связаны с ценой криптовалют, те, которые уже обращаются и ждет делистинг. В этом случае, если она в портфеле будет просто возвращена в стоимость акции по курсу на дату делистинга, то нет, для доступа все гораздо опаснее. Смотрите, то есть, как вы понимаете, ну, вот я очень простой пример приведу. Простите, достаточно большое количество акционерных обществ существует в природе. Как вы думаете, какой процент из них публично торгует с своей акцией на московской бирже? Ну, явно очень маленький процент. Но у всех остальных же тоже есть акции. Вопрос, а где они ими торгуют? Ну, не хочется там давать такой ответ на авито, но в целом близко к этому. То есть, это история про то, что компания может, владелец акции может компания продать их кому-то другому, но он сам от кого-то другого найдет. Это говорится о том, сколько эти акции стоят. Никакого централизованного механизма обмена акций на деньги в этом случае не существует. Так вот, когда происходит делистинг акции, по сути, она не перестает быть акцией, она не исчезает там в природе, она никуда не испаряется, она у вас остается. Просто больше эта бумага на бирже не торгуется. Дальше вы с ней можете делать все, что угодно. Можете ее поставить в наследство, можете ее продать, можете ее подарить, но найти покупателя, вы будете уже искать его по-другому. Ну, стаканом в этой бумаге не будет, и, соответственно, через биржу вы ее не проведете. Поэтому никто никаких денег возвращать не будет, вам оставят вашу акцию, а вы с ней дальше будете делать все, что посчитаете. Так, Денису дадим слово. И я думаю, будем заканчивать, да? Денис, добрый вечер, слушаем ваши вопросы. Хорошо, полюбим. Спасибо вам большое, что в этот вечер нашли время для того, чтобы послушать нас. Мы по традиции будем ждать вас в четверг в то же время. Собственно, анонсы всех наших мероприятий, а также записи вы можете найти в нашем Телеграм-канале. А также мы публикуем их в нашей группе ВКонтакте, на Яндекс.Музыке и в Ютьюбе. Там вы можете переслушать отдельные куски или целиком, или то, что вы пропустили. Поэтому спасибо вам большое, хороший вечер и всего доброго, до свидания.